утренний гость друзья весело у нас за эфиром на самом деле говорим поднимаем себе настроение надеюсь что вам тоже 23 марта на календаре говорим о погоде в доме не только и наконец-то появляется в нашей студии гость которая погоде знает как я люблю говорить все и даже больше автор проекта погода 21 владимир михайлов да 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 здравствуйте доброе утро доброе утро разрешите вас поздравить с вашим профессиональным праздником спасибо так что желаем вам творческих если можно так назвать творчество все-таки как никак погода мне кажется лучше не творить и не утворять цифры и сухие данные для того чтобы точно уже знать да прав я владимир или нет добрый день доброе утро ну расскажите как вообще все началось как вы пришли как стать синоптиком вот у меня сколько у тебя сразу полет фантазии тебя разыграл и сейчас да 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 началось все еще получается в старших классах когда я вел дневник наблюдения за погодой помните был такой предмет в школе как он назывался это природовидение сейчас называется окружающий мир так вот там нужно было каждый день записывать информацию о погоде температуру облачность был дождик не был дождик и вдруг я начал замечать что через полгода погода начинает повторяться скажем если зимой в этот день был снег в этом идет дождь если зимой светило солнышко то и летом солнышко светит это вдруг меня заинтересовало я решил копнуть поглубже и начал читать соответствующую литературу вот сих пор прошло уже 19 лет то есть это все не бабушки ну там как говорится сказка вообще это мучает в казани в казанском государственном университете на вкультете метеорологии где я тоже учился прошло правда уже лет по моему 10 как я закончил по другой специальности но я на свободных парах посещал лекции по метеорологии в том числе это ближайшие это ближайший к нам очень вашей день насколько я знаю нас чуваши есть такие вот любители которые занимаются этим с интересом и надеюсь что у нас будут новые продолжатели этой интересной науки я думаю что это обязательно будет а это уже как наука да это наука метеорология так вот с этого момента поподробнее я вот как раз таки надо начал с бабушкиных сказок которые бабушкины сказки или нет по вашим наблюдениям каждые полгода повторять ведь раньше издревле даже тоже да праздник не просто так на основу народный примет как раз да то есть именно примет это значит то получается что наблюдение основанные на каких-то вот логических циклических законах природных как раз таки о цикличности да я в итоге выявил вот за продолжительный вот такой период очень много различных циклов начиная от 20-дневных шестимесячных семилетних 11 летних 19 летних то есть погода развивается по спирали получается и через определенные промежутки времени повторяются не один в один но например периоды похолодания и потеплений они непременно повторяются а мне вот интересно вот допустим нам нужно узнать прогноз погоды на следующий недель или на завтрашний день как начинается ваша работа у вас стоит монитор не знаю где то там вот ветерок оттуда и по ветру знаете что пойдет снег есть такая шутка метеорология наука точно буби надо держать в левой руке вот я и говорю да если серьезно то я естественно слежу за перемещениями воздушных масс по данным с космических получается спутников там каждые 15 минут передаются куда какие воздушные массы двигаются слежу за информацией по погодным картам это вот там где вы рассказывали каждые три часа передаются передается вся информация со всего мира потом она не анализируется и на основе этих данных наносятся атмосферные фронты и циклоны антициклоны и естественно слежу за вычислениями компьютерных моделей которых сейчас в мире около пяти штук это пять суперкомпьютеров которые в результате своих вычислений выдают совершенно разные результаты и чтобы получить достоверную картину того какая погода будет завтра или на следующей неделе нужно проанализировать все из них и вот в результате всей этой работы буквально там может быть час-полтора можно составить прогноз на завтра а чтобы получить прогноз на неделю нужно побольше поработать над этим а вы знаете когда я готовилась к своей свадьбе я посмотрела прогноз погоды за полгода возможно ли вот вы говорите то что если за неделю нужно поработать побольше а вот действительно ну может и глупый да за месяц за два за полгода можем ли мы предсказать к сожалению если просто открыть компьютер и открыть какой-нибудь сайт погоды то никогда такой прогноз не оправдается ни на месяц ни на полгода ты могла бы посмотреть историю всех сведений погодных сводок если обратиться к синоптикам которые занимаются вот таким как раз анализом погоды исторических данных и на основе этих данных составляют прогнозы на большие сроки вперед таким как я вы смогли бы получить более достоверной информации владимир а вот у меня такой вопрос вы сказали что компьютеры суперкомпьютеры есть специальная сеть по всему миру которая отслеживает и наверняка нас сейчас смотрят мальчишки и девчонки которые также как вы в школе когда вы или дневник тоже сейчас ведут и наверняка интересно в свободном ли доступе подобная информация или нужна необходимое какое-то получать разрешение для того чтобы пользоваться подобной информации большинство данных предоставляются в открытом доступе но есть специализированные сайты которые рассчитаны на профессионалов там более подробная информация по регионам там есть более подробная информация по каждому часу прогноза погоды то есть не просто прогноз там завтра будет солнышко или завтра будет дождик а во сколько будет завтра дождик это уже предоставляется за дополнительную плату мы этим сайтом этими сайтами пользуемся эти эту информацию в итоге мы предоставляем уже нашим пользователям нашего сайта погода 27.ru бесплатно в итоге друзья отлично что есть такой замечательный сайт отлично что наших гостях у нас сегодня такой потрясающий человек говорит про погоду ведет дневник с детства и занимается много-много эти погоды как раз таки предсказание много лет как можно предсказывать погоду и сколько метеорологических станций или служб чуаши и спросим у михаила вы просите у владимира совсем скоро пока что идем на музыкальную паузу и потом вернемся михаила михаила Субтитры подогнал «Симон» 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 Нет, не хочется делать Да из «Тихо» Но я думаю, у тебя гармошка «Тара-тара» Та-та-та-та И ты захотел танцевать Да, раз уж у нас в гостях Владимир Михайлов Автор проекта «Погода-21» «Когда наступит-то весна?» Да, вот все говорят, ранняя-ранняя Но мы как-то вот Вроде ходишь по асфальтику сухенько — хорошо, и бац! Дорemon «Ветели», и снегопады! Семё опять зимняя одежда Что такое весна — ранняя? Вот у меня есть две новости И хорошая. Давайте начну я с плохой. Вот смотрите, я сказал, что сегодня будет мокрый снег. В субботу ожидается снегопад и мокрый снег почти целый день. А еще нас впереди ждет похолодание в конце марта. К нам буквально придет арктическая воздушная масса. Гораздо холоднее будет, чем будет буквально недавно холодало. Три фразы сказал Владимир, ни одной пока не услышал о хорошей новости. А теперь хорошая. Все-таки апрель и май будут теплее нормы. Лето будет сухим и жарким. Это связано с тем, что аналогом нынешнего 2017 года являются 1998 и 2010 годы, которые вписали в историю метеонаблюдения большое количество температурных рекордов. 2010 год. Особенно вызывают тревогу июнь и август. Это будут два самых сухих месяца в этом году. В июле все в порядке. Он будет тоже жаркий, но там с осадками будет нормально. Осень теплая. Сентябрь, октябрь ожидается. А ноябрь и декабрь снова будут холоднее нормы. То есть постепенно природа вернулась к нормальному циклу, когда летом жарко, зимой холодно, а между ними есть и весна и осень. То есть природа возвращает наше детство. Потому что мы все сетовали. Буквально лет пять назад мы все говорили, в нашем детстве пельмени на балконе всю зиму лежали, не таяли. Сейчас не положишь и не сделаешь их в таком количестве, как лепили. То есть будет все. Будем пельмени лепить, нормально на балкончике хранить. Продолжение следует.